SCP-1384 Тот, кто совершает ходы Объект номер SCP-1384 Класс объекта Евкрит Особые условия содержания Вход в тоннель, в котором находится SCP-1384 был залит бетоном в целях недопущения к объекту посторонних лиц К тоннелю под видом строительства коммунального сооружения подведен новый вертикальный проход Не реже одного раза в неделю следует входить в тоннель и осуществлять взаимодействие с SCP-1384 Обязательным условием для допуска к этой работе является знание документа 1384-1 Любое взаимодействие с объектом следует протоколировать и передавать на изучение аналитической группе фонда Запрещается просить что-либо SCP-1384 или предлагать ему что-либо если это не оговорено рамками эксперимента это также относится к абстрактным или условно безобидным вопросам и просьбам в том числе о времени и об имени Рекомендуется изучить инцидент 1384-2 Описание SCP-1384 это разумная сущность не имеющая постоянного облика для объекта, как правило, характерен облик человека или гуманоидной конструкции высотой от полутора до двух метров Также известны случаи принятия SCP-1384 облика сделанного из различных материалов таких как фарфор, кость или белая пластмасса Изменение формы происходит мгновенно SCP-1384 был обнаружен в тоннеле расположенном под церковью в Дурнессе, Шотландия на глубине 60 метров Длина тоннеля составляет примерно 16 километров ширина 3 метра Тоннель сооружен из цельного куска мрамора Толщина стены потолка составляет 3 метра Стоит отметить, что на британских островах такой мрамор не встречается Метод и дата сооружения тоннеля не установлены Но внутри него были найдены предметы относящиеся как минимум к XII веку н.э. Пол разделен на цветные квадраты Белые, желтые, черные, голубые и оранжевые Длина стороны каждого квадрата составляет 50 сантиметров В тоннеле были найдены такие предметы как камни с резьбой, мел, оружие и шахматная доска Также шахматные и шашечные фигуры Деревянные резные солдатики По состоянию на 14 марта 2011 года SCP-1384 находился в 1200 метрах от входа в тоннель на оранжевой клетке Объект не может сойти с этой клетки до тех пор пока не будут соблюдены определенные условия SCP-1384 способен изменять реальность но судя по всему, только в виде реакции на определенные воздействия По словам объекта, он подчиняется некоторому набору правил которые регулируют его способности и поведение Однако разглашать эти правила объект отказался В остальном он дружелюбен и склонен к сотрудничеству Хотя несколько избирателен в выборе людей По неизвестным причинам он больше предпочитает общаться с учеными, чем с агентами Ни одна попытка сдвинуть SCP-1384 с занимаемой им клетки или нанести объекту вред результатов не дала Клеткам можно нанести повреждения Но при перемещении объекта SCP на новую клетку состояние всех поврежденных клеток восстанавливается Окончательная цель объекта достичь входа в тоннель и покинуть его SCP-1384 осведомлен на желании фонда сдержать его И по этой причине отказывается рассказывать исследователям о своих правилах SCP-1384 был обнаружен после смерти отца приходского священника в Дурнессе Назначенный на его место священник обнаружил вертикальную шахту ведущую ко входу в тоннель в SCP-1384 Священник связался со своим руководством которое в конечном итоге довело дело до сведения фонда по протоколу Рыбак Отчет об инциденте 1384-2 Доктор Хьюик провел следующую беседу с SCP Доктор Хьюик, как вас зовут? SCP, видите ли, с этим есть затруднение Вам мое имя не выговорить Вы по сути его даже не услышите Не то, что не произнесете как надо Кстати, свое имя не дадите? Доктор, отчего же? Доктор Хьюик, SCP А, вот спасибо Вскоре после этой беседы все, кто входил в тоннель начинали считать, что сущность зовут Доктор Хьюик Первоначальный носитель этого имени утратил возможность отзываться на него А люди, знавшие его под этим именем, утратили возможность мысленно ассоциировать его с этим именем Сущность выразила некоторое сожаление Но вернуть имя отказалась Сославшись на правило Через несколько дней Доктор Хорз решил ситуацию одной фразой Адресованной к пострадавшему Нарекаю тебя Доктор Хьюик Воздействие на Доктора Хьюика пропало Однако сущность по-прежнему носит это имя Для тех, кто появляется в тоннеле Протокол интервью 1384-1 Доктор Хо Что вы такое? SCP А, не могу сказать Джимми С одной стороны, я думаю, что оно тебе как-то не так много скажет И это все равно не будет больше, чем сейчас А чем меньше ты знаешь, тем лучше мое положение Доктор Хо Почему лучше? SCP Ты похож на того старика, это сразу видно Ты хочешь удержать меня в этом старом тоннеле, прямо как он И разве он не лучше справлялся, чем те, кто был до него? Нет, я дал ему слишком очевидную подсказку И что в итоге? Я стою на два шага назад от того места, где он меня впервые увидел Нет, такую комбинацию я вам разыграть не дам Доктор А вы не можете просто взять и выйти? SCP Ну на то есть и правила, знаешь ли Если бы я мог просто взять и выйти, то уже сто лет бы с гадочком как вышел Но если бы не было правила, куда бы нас это привело? Сами бы не знали куда Вот что Доктор Кажется нечестным, что мы не знаем правила SCP Опять же не моя вина Знаешь, мне приходится цепляться за любое преимущество Доктор Кто вас сюда заточил? SCP Вообще-то я тут по своей воле Пришлось выбираться из места гораздо похуже Если уж отдать должное Иногда надо жертвовать, понимаешь? Доктор А почему вы мне это рассказываете? SCP Так ты по сути просто пешка А я внутри большой добряк И если уж на то пошло Без вас бы я все равно выбрался Но бьюсь об заклад Вы окажетесь не умнее того старика Можете пытаться меня здесь удержать Но я думаю, с вами я выберусь даже раньше Считайте это нашей маленькой игрой Документ 1384-1 Правила Достоверно или ориентировочно Влияющие на поведение SCP Правило номер один SCP может работать с абстрактными концепциями Как с объектами Правило номер два SCP может сделать шаг вперед Если останется один на 13 дней В первоначальных условиях содержания указывалось Что от SCP следует держаться на расстоянии Предполагалось, что объект не может двинуться Без постороннего вмешательства На видеозаписи с камер видно Как объект делает шаг После 13 дней без взаимодействия с человеком В ответ на заданный вопрос SCP сказал Я же говорил, что рано или поздно Выйду даже без вас Само собой, на это уйдет какое-то время Но вы же меня в покое не оставите А я уже на финишной прямой Покаяться, кости, знаете ли Правило номер три SCP может влиять на течение времени Для определенных людей В полукилометре Дальше по тоннелю от SCP Было найдено несколько статуй При более внимательном рассмотрении Они оказались людьми с плоти и крови Одетыми в одежду Характерную для 19 века На вопрос о статуях SCP ответил Они попросили дать им время Я дал им время Примерно на 60 лет отсюда Приятное должно быть время Думаю, им понравится Правило номер четыре SCP не может воспринимать существа-предметы Окрашенные в основном в желтый цвет Когда доктор Хо вошел в тоннель в желтом дождевике SCP не реагировал на его присутствие Пока доктор не снял дождевик Дальнейшие эксперименты с кукурузой Желтой бумагой И карандашами указывают на то Что SCP не воспринимает их иначе Как в связи с другими предметами Например, объект воспринимает желтый карандаш Пока им пишет исследователь Но на тот же карандаш Предложенный напрямую не реагирует На просьбу объяснить это SCP ответил так Но он поперечный, видите ли А следовательно, не такой благоприятный По крайней мере, не ко мне Думаю, этого приятеля проблем не возникает Но в нашем-то положении ничего не поделаешь, так? Исследователи выкрасили пол перед SCP желтой краской При следующем шаге SCP краска исчезла Правило номер пять SCP может сделать шаг вперед Если определенные люди проходят по его тени Двигаясь относительно него против часовой стрелки Доктор Хо внимательно осматривал SCP Обходя объект по кругу SCP шагнул вперед на черную клетку При движении доктора в противоположном направлении Объект не сдвинулся с места Но при повторном проходе по часовой стрелке SCP шагнул вперед на синюю клетку Значимость этого он объяснить отказывался Примечание Ранее агент Фарадей наступал на тени SCP без происшествий Объект отказывается обсуждать особенность доктора Хо в данном случае Правило номер шесть Если дать SCP монету, он перемещается на одну клетку влево Доктор Хо искал в карманах листок бумаги SCP наблюдал, как доктор Хо вытаскивает из кармана Несколько монет и попросил себе монетку После обсуждения с группой на поверхности Было принято решение о проведении эксперимента Как имеющего ценность Объекту был вручен жетон на метро SCP тут же сделал шаг влево С каждой новой выданной монетой Объект делал по шагу влево и дошел до стены После чего остановился Правило номер семь SCP может создавать или материализовать некоторые предметы Если его попросят Доктор Хьюик проводил взаимодействие с SCP В рамках исполнения условий содержания И спросил, не желает ли тот сыграть в игру Чтобы скоротать время SCP махнул рукой После чего перед ним появился столик с шахматной доской и фигурами Доктор сыграл с SCP несколько партий На вопрос, можно ли забрать шахматы с собой SCP ответил утвердительно Шахматная доска сделана из картона Фигурки деревянные Вырезаны, судя по всему, вручную Никаких пометок производителя нет Доктор Хьюик сообщил Что SCP адекватно понимает правила Но не является особенно сильным игроком В частности, не любит жертвовать пешками Правило номер восемь SCP делает шаг назад Когда в тоннель заходят определенные люди При заступлении агента Лахтер на должность SCP сделал шаг назад Обратно на черную клетку Агент вышла обратно На что SCP заметил Ты уже свой ход сделала, милочка В течение следующих двух дней Агент Лахтер входил в тоннель два раза Всякий раз SCP отступал на клетку назад Но вскоре это правило перестало работать Дальнейшие попытки не оказывают на SCP никакого воздействия Правило номер девять SCP не может переместиться на желтый квадрат Доктор Хьюик случайно прошел по тени SCP Двигаясь по часовой стрелке SCP занес ногу для шага вперед Но не закончил движение И вернулся обратно Проклятие! Надо было смотреть Могло выйти совсем нехорошо Ладно, рано или поздно обойду Правило номер десять SCP не может менять форму на свое усмотрение Доктор Хьюик спросил SCP-1384 Может ли тот принять другую форму После того, как тот принял форму скелета SCP-1384 ответил Прости парень, но пока либо так, либо никак Диковинную карту я вытянул Но скоро настанет пора тянуть еще раз И тогда, если повезет, я покажусь тебе чуть поприятнее Правило номер одиннадцать SCP может перемещать людей в другое место Либо уничтожать их Для проверки неуязвимости SCP Был задействован сотрудник класса D Подопытному выдали нож И приказали порезать руку SCP Несколько попыток результатов не дали Имел место следующий диалог SCP Не то чтобы я был против Но какой резон пытаться меня расписать? D Мне сказали вас порезать, доктор Хьюик Если я буду делать как велено Они меня отпустят SCP Но это я понимаю Сам бы вышел, если бы мог Конечно, рано или поздно выйду D Так я бы тоже так хотел взять и выйти отсюда SCP Хочешь? Ну как пожелаешь D5450 пропал На вопрос доктора Хо Мертв ли подопытный? Или же его можно вернуть? SCP ответил Я его не убивал Он просто вернулся на старт Если захотите, я бы мог его вернуть Но вам бы это не очень понравилось Да ему тоже Он когда-нибудь сам вернется Могу только сказать Что если я сейчас его верну У меня не выйдет правильно Это бесплатно Мне от такой сделки никакой пользы Через некоторое время узор клеток изменился Также наряду с основными цветами появились и красные клетки Правило номер 12 SCP не может прикасаться к человеку Изменено Ранее считалось, что это является правилом Так как SCP старательно избегал телесного контакта с любым человеком Тем не менее, протянутую руку агента Барнса SCP пожал На вопрос он ответил так Ну я стараюсь быть вежливым Знаете ли, не люблю ни с того ни с сего людей тыкать У меня манера есть Я же не пикт какой-нибудь Действие, которое SCP может совершать Или принужден совершать Но вызывающий их стимул не установлен Делать шаг влево Делать шаг вперед, когда по его тени никто не проходит Делать шаг назад в отсутствии агента Лахнер Давать каштаны и бронзовые ножи в подарок Снимать собственную голову Менять форму Знать о состоянии дела событий Происходивших за пределами тоннеля И не доведенных до его сведения в ходе бесед В том числе о событиях в мире Культурных отсылках Хобби и интересах научных сотрудников Назначенных на работу с объектом Когда доктор Хоу ведомил SCP-1384 Что ему присвоен порядковый номер Объект угадал, что последняя цифра 4 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok